Почти 300 четвероногих. Рыжих, черно-белых, маленьких и больших. Сюда их свозятся все округи. Сургута, Нефтьюганска. Целый день здесь стоит невообразимый лай. Но никто не слышит. Пункт передержки далеко от жилья. Вольер два метра на две собаки, миска горячей каши, деревянная будка с соломой и цепь. Таковы условия гостиницы для хвостатых. Это, конечно, не собачий рай, но большего никто не предлагает. Да, они здесь и не навсегда. Через 20-30 дней шарики вернутся в родные пенаты. Туда, откуда их привезли. Это гуманно, это гуманно, это дорого. Но, как минимум, это дешевле, чем это было в прошлые годы. Или в прошлый год, как минимум. То есть у нас по закону в прошлом году, например, необходимо было содержать собаку 6 месяцев, чтобы муниципалитет собакой перешла в собственность. И тогда уже муниципалитет распоряжался по своему желанию. Вот 6 месяцев содержания собаки обходится дороже, чем 20-30 дней содержания со всеми операциями, которые необходимо сделать. Попадая сюда, каждое животное проходит 10-дневный карантин. Потом его стерилизуют, делают прививки, при нас ставили от бешенства. И, наконец, щипируют, помечают вот такой желтой биркой. Чтобы и специалисты по отлову, и жители видели, собака уже прошла все необходимые процедуры. Еще раз в приют она попадет только в одном случае, если проявит немотивированную агрессию к людям. Таких немного. Те, которые не агрессивные собаки, они будут возвращаться. Те, которые агрессивные, у них будет пожизненное содержание. Плюс мы будем работать зоопсихологом, кинолог, который будет социализировать собак. Потому что есть собаки, которые агрессивны и не поддаются, допустим, социализации. А есть, которые условно агрессивные, какие-то пугливые собаки, которым нельзя провести процедуры, которые не даются на стерилизацию, обработки и так далее. Но их можно социализировать. Будем в этом направлении работать. В том числе нам помогут и волонтеры. Волонтеры, кстати, могут зайти сюда в любое время, что они в принципе и делают. Предприниматель прислушивается к их советам. Ведь собачий приют не только для него, а вообще в России дело новое. По рекомендации зоозащитников, животных перевели с дешевого сухого корма на кашу, чтобы морозы, они могли как-то согреваться. При этом это борьба с последствиями, а не с причиной. Нужно наладить работу отношений людей к собакам. Потому что большинство, не то что большинство, какая-то большая часть собак, которые попадают в наш приют, она бывшая хозяйская собака. Со следующего года требования к приютам возрастут. Вольеры придется делать более просторные. А самое главное, должны появиться теплые помещения для больных собак, послеоперационных и гладкошерстных, для щенков. Что скрывает сейчас? Смертность среди собак высокая. Гибнут в том числе и от переохлаждения. Давлетов, несмотря на то, что вложения пока что гораздо больше, чем отдача, намерен развиваться. Мы планируем строить, строить и еще раз строить. У нас вообще по проекту, если будет финансирование, здание на полторы тысячи квадратных метров отапливаемое. По воскресеньям здесь принимают посетителей. Сочувствующие жители приходят пообщаться с собаками. Некоторые ведут их погулять, а кто-то даже забирает насовсем. В следующем году на этих воротах появится другая вывеска. Пункт передержки получит статус приюта и уже готово название «Дорога домой».